Привет, друзья! Хотел с вами поговорить о такой криптовалюте, как Dogecoin. Обратил на нее внимание совсем недавно, совершенно случайно, но это отдельная история. Получается следующая ситуация. Эта монета создалась как шутка, то есть в противовес уже существующему Bitcoin. То есть они совершенно разные. Bitcoin конечный, Dogecoin идет нелимитированный. У него был, изначально, имеет 100 миллиардов, сейчас, но потом его сняли. Получается следующая ситуация. Монета, как по мне, очень перспективная. Есть ряд очень серьезных новостей, и почему-то больше информации никакой нет. Как будто ее намеренно скрывают, либо наоборот подогревают. Очень выборочно. Но, тем не менее, сообщу то, что мне удалось выяснить, либо дойти к своему уму. Ну, получается следующая ситуация. Значит, основатели у нас это пара ребят. Так, так, так. Основатели у нас это Джексон Палмер и Билли Маркус. В Википедии у нас идет Билли Маркус. Сейчас объясню, в чем причина. Значит, первая новость, которую я хотел бы вам рассказать, о том, что в далеком 2015 году Бутерин, если знаете, кто это, основатель эфира на сегодняшний момент криптовалюты, значит, он заявил о том, что будет Dogecoin интегрирует в Ethereum для использования в умных контрактах. То есть, там они будут сжигаться, кто захочет статью почитать. Но сам факт о том, что, то есть, у Dogecoin может реально появить вес. На этом фоне появился у него скачок. Но это не основная новость. Позже появилась новость вот с такой конференции о криптовалютах. Вот, послушайте сами. Добрый день, меня зовут Александр. Если бы вам сегодня предложили составить, допустим, вы криптоинвестор и предложили составить криптопортфель, какие три криптовалюты, может быть, это неэтичный вопрос. 100% Dogecoin. Я предполагаю, Zcash, возможно, там был бы. И какие еще две или три, если там нет Zcash? 100% Dogecoin. Нет, честно говоря, я не хочу отвечать. Мне не нравится давать там инвестиционные рекомендации. Хорошо, спасибо. И тогда можно? То есть, как бы сказал Dogecoin, он бы хотел вложиться. То есть, оборачиваясь на 2015 год, мы видим, то есть, они уже сотрудничают однозначно и что-то планируют, что конкретно было описано. Если вы захотите, посмотрите пресс-конференцию целиком, довольно интересно. И видно, что тут как бы не шутка, все довольно на серьезном уровне происходит. Так вот, значит, потом, не так давно, как его здесь обозначили, создатель Dogecoin, Jack Palmer, дал масштабное интервью израильскому изданию. Ну, неважно, вы почитаете, и говорится о том, что... То есть, он тут явно бомбит в сторону Бутерина и его эфира. То есть, он утверждает, что ICO разбудутый пузырь и так далее, и так далее. То есть, такая мелочная месть. Как по мне, если ребята работают в одном направлении, то есть, занимаются криптой, это как-то глупо друг друга, ну, то есть, обсирать, скажем так, простым языком. Но он здесь с того не стесняется. Мне кажется, отсылки идут еще с 2015 года, когда Palmer ушел. Когда Palmer вышел из Dogecoin, как тут сказано, они не сошлись во взглядах с Маркусом. И вижу следующую ситуацию, что явно что-то происходит. Там идет какое-то развитие. 100% будет рост. Ну, вот как-то так. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Ну, не считайте меня сторонником заговора, но явно что-то происходит. Спасибо.